Всем привет, с вами Андрей Сонар и сейчас я устрою небольшой краш-тест BigFishPack'у. А именно, попросту открою сначала передний клапан, потом накачаю лодку, потом открою задний клапан. Этим я буду имитировать пробойную в переднем или в заднем отсеке. И сам себя проверю на то, что я буду делать в такой ситуации. Я пока не знаю, буду действовать по обстоятельствам. Ну что ж, погнали открывать передний клапан. Ага, теряем воздух. Так, сразу проверяю, какое мне действие будет удобнее всего. Для начала стравить воздух со спинки. Этим я смогу отклонить свой центр тяжести назад. Но не весь воздух. Так, половинку. Видно, что носовая секция сдувается. И практически сдулась. Помогаю выйти воздуху. Этим имитирую то, что пробоина у нас обширная. Налетели на какое-нибудь стекло. Все пропороли. И что оказывается? Оказывается, что я сижу в кресле. При этом оставшаяся часть лодки достаточно управляемая. Чтобы куда-то идти. Чаще всего повреждается именно передняя часть лодки. Когда мы налетаем ей на препятствие. Поэтому в большинстве случаев будет ситуация вот такая, как сейчас у меня есть. То есть, я вполне могу половинкой лодки управлять. Идти куда мне нужно. При этом в кокпит не попадает вода, так как баллон подвернут. Если очень хочется, можно даже рыбалку продолжить. Ощущение примерно как от плотика. Нахлыстового. Вот я дошел до берега. Как видно, кокпит сухой. Вода в него не поступила. Это при повреждении переднего отсека. Сейчас проимитирую повреждение заднего отсека. Чувствую, что будет все гораздо сложнее. Почему? Потому что в эту сторону выгнуты перегородки. Когда мы накачивали баллоны, всегда накачивается сначала задний баллон. Но, когда я спущу теперь задний отсек, надутый первым, то носовой отсек тоже обмякнет. Кроме того, практически невозможно будет сидеть на сидушке. И тогда нужно будет с этим что-то придумывать. Попробуем. Лодка снова накачана. Опа, опа, опа. Пошло-поехало. Лодка тонет. Сразу перебираемся в носовую часть. И лучшим решением здесь является просто сесть на нос. Нос тоже становится мягче. Клапан полностью открыт. Воздух выходит. Передняя часть тоже становится мягче, потому что перегородки выгнуло в противоположную сторону. Но в то же время увеличился из-за этих выгнутых перегородок и объем. Отлично видно установленный курсовой стабилизатор. Очень полезная вещь. Спинка сидения и само сидение создают некий такой буфер, пуфик. Трогать ничего не будем и просто поплывем. Я бы не сказал, что как-то в корне все это отличается. Немного так вот мягковато сидеть, но это не проблема. Сейчас проверю управляемость с точки зрения ветра. Проверочка, как лодка со сдутой задней частью идет. Как вот против ветра. Так и по ветру. Вода в кокпит не поступает. Этому способствует подвернутый баллон. И отчасти спинка с сидушкой, которые дают упор для подвернутого баллона. Ну что, лодка держится на воде, все хорошо. Значит вот такой алгоритм. Если повреждается передняя часть, что бывает чаще, все просто. Быстренько шмурдяк перекидываем назад. Чуть-чуть подздуваем спинку. Подворачиваем носовую часть. И все. Идем к берегу. Если повреждается задняя часть, что реже, сначала перескакиваем на нос. Оперативненько самое необходимое тоже туда перетаскиваем. Вообще как бы все то, что на воде с собой берется, должно быть в гермомешке. А это значит, оно не утонет. Значит перескакиваем на нос. Подворачиваем на спинку сидушки кормовую часть. И спокойненько идем к берегу для оценки повреждений и устранения неисправностей. Я считаю, что Бигфишпак прекрасно себя показал с точки зрения надежности при возможных повреждениях. Вот что представляет из себя Бигфишпак со спущенной кормовой частью, которая была надута в первую очередь. Мягкий баллон, но однако когда пересаживаешься на носовую часть, то он приобретает определенную жесткость. И можно спокойно догрести до берега. Вода в кокпит не проникает, эта вода уже там была. Если все хорошо подвернуть, не суетиться, то и вы, и ваши вещи останутся в сухости и целости. С вами был Андрей Санар. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки или дизлайки, если мало ли не понравилось. Всем пока, до новых встреч!